Палкан и медведь Было это еще в старое недоброе время. Всю свою жизнь прослужил богатому хозяину старый пес Палкан. Двор стерек и с хозяйскими ребятишками по улице бегал. Бывало, начнут ребятишки Палкана за хвост теребить. Больно Палкану, а Палкан терпит, знает, что малые ребята, не смышленыши. Служил Палкан, пока старость не пришла. И слышать стал плохо Палкан, и зубы поистирались. Стал хозяина Палкана накрикивать, стал куском хлеба попрекать, а потом и совсем со двора прогнал. Пошел Палкан в лес, куда глаза глядят, смотрит, куда ноги несут. Как-нибудь думает про живу в лесу со зверями. Забрел, как-то Палкан в темный лес, в густую-прегустую чащобу. А проходил глухими местами медведь Михаил Иванович. Почуял медведь, пес и дух, заглянул в чащобу, смотрит, под деревом голодный пес Палкан лежит. Ты как, Палканушка, к нам в темный лес, что ли, пожаловал? Эх, Михаил Иванович, отвечает Палкан, не думал я, не гадал в лес уходить, да нужда погнал меня. Выгнал меня со двора злой мой хозяин. Не горюй, Палканушка, говорит медведь, я научу тебя, что делать надобно. Расскажи-ка мне, где у твоего хозяина бабы с ребятами, а? Рожь, может, они жнут? Рассказал Палкан Медведю, где бабы жнут. Слушай, хорошенько, да мотай себе на ус, говорит медведь. Пойдем мы в поле, подкрадемся мы к женщинам. Я тихонечко схвачу из люльки хозяйского ребенка и унесу его в лес. А ты меня догоняй, отними ребенка и отнеси хозяйской жене. Сам увидишь, что потом будет. Как сказал медведь, так все и вышло. Подкрался медведь к жнецам, ребенка из люльки схватил и скорее бегом-бегом в лес. Увидели бабы медведя, серпы побросали, стали кричать. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, медведь, медведь, младенца-то унес. А медведя и след простыл. Откуда ни возьмись, старый Палкан. Кинулся Палкан в лес за медведем, отнял у медведя ребенка, тихонечко принес, положил перед хозяйской женой. Глядите, глядите, бабоньки, закричали жнецы. Ведь это Палкан, ведь это Палкан, наш старый пес. Он у медведя младенца отобрал. Стали ласкать Палкана бабы, стали его хлебушком кормить. Привели бабы Палкана к хозяину на двор и говорят. Прогнал ты Палкана со двора, а он, а он твоего младенца спас. Отнял его сам у медведя, не побоялся. Надо Палкана беречь и кормить. Обрадовался хозяин, дали Палкану мясо, дали молока. Стал Палкан жить-поживать, живет Палкан, вспоминает лесного друга медведя. Ну и медведь, ну и Михаил Иванович. Вовек не забуду нашу крепкую дружбу. Ну что, мои маленькие друзья, а сейчас давайте будем смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра и желаю вам спокойной зимней ночи. Пока!